Это «Легенда Зенита». Впервые легендарные матчи и голы, легендарные игроки и тренеры. Их было много, а будет ещё больше. Непременно. Зенит в атаке. Угловой. Подаёт Бурчалкин. И этим для ленинградского болельщика 60-х сказано всё. Бурчалкин. В другой раз выпускают, не в составе, а выпускают. А он раз – голишка. Не зря же пошло в Бурчалкин, в Ручалкин. Сначала его звали просто «Рыжий», потом, когда стал известен, город звал его просто «Лёва». Наш лев, коренной ленинградский, но такой худенький лев, чтоб не сказать щупленький. Вообще-то было дело рук его матери, которая болезненного мальчика послевоенного отвела на Бабуховский завод, ну тогда на большевик, для того, чтобы подтянуть здоровье, чтоб был в форме. Вот всё. А там как-то само собой сложилось, видимо. Лев Бурчалкин. Лев Дмитриевич. Никто больше него не сыграл матчей за «Зенит» в чемпионатах страны. Он, правда, небольшого роста был, но он был, как все рыжие, злый, жёсткий был, от борьбы не отказывался. И, как у рыжих, у всех чуть-чуть было на голы. Он пришёл в «Зенит» 18 лет при тренере Аркадии Аллове, причём защитником, и в тренировках мгновенно себя показал. Гулевский играл, Саша, потом Денисов Саша впереди, кто там, Валька Царицын, по-моему. Ну, дело не в этом. В то время, как говорится, корифеи. А Лёва чешет их и чешет. Ну и Гулевский кричит, Аркадий Иванович, убери ты этого рыжего. А никто не поймёт, Аркадий Иванович тоже за рыжего. Типичный момент. «Зенит» в тёмной форме атакует, мяч потерян. Но нет, Бурчалкин тут же вступает в борьбу за него и заставляет соперника с мячом расстаться. Атака продолжается. Если столкнуться с Лёвом Дмитриевичем, он колючий, то у тебя будет 89 синяков. То есть у него ударился в него и отскочил от него. Лёв Дмитриевич не уступал ни одному футболисту, ни в одном единоборстве. Если он уйдёт в стык, то я не позавидую его сопернику. Борьба! Ну, молодцы! И на этих кадрах Бурчалкин идёт в стык. Жёстко, но корректно и с уважением к сопернику. С юмором у Бурчалкина-Вуручалкина, как его звал Питер, было всегда очень хорошо. Для меня Бурчалкин с Адерином – это люди высочайшего мастерства, профессионализма. И самое страшное, если эти два рыжих вместе нарушали, то надо было всем прятаться. Просто прятаться, потому что это ураган, это смерч. Такие были у них битвы своеобразные, чьи часы удержатся. То есть надо было проверить на прочность часы. Надо стукнуть, как пас хуичками, так они проверяли возможность своих часов. Нам, молодым, было на кого смотреть, у кого учиться. Я там пытаюсь мяч куда-то, так сказать, пас отдать. Налетает своего Бурчалкина, толкает меня, там бьёт по ноге вместе с мячом. Я там, ты что? Он говорит, а что? А что ты хочешь? Либо ты победишь и вырастешь, либо нет. Но, конечно, главная слава не за жёсткость в отборе к Бурчалкину пришла, а за игру в атаке, которую он конструировал и нередко завершал. Футболище, как и в хоккее, важно что? Взорваться и остановиться, заставить соперника расшататься. Это природа. И она дала природу Людмитриевичу Бурчалкину. Вот эти скорость, взрыв, работа двух ног, заряженность на игру. Он лучше всего умел вовремя делать рывки и проскакивать на те территории, на те позиции, где соперник явно его не ждал и не успевал. И при таких пасах, как Завидонов-Дергачёв, он использовал эти пасы. Он продавливал, попросту говоря. В памяти осталось то, когда я ему отдал пас головой, и он лёвый яшин забил голову. Станислав Завидонов с Бурчалкиным сыграл много больше сотни мочей. Я по бровке проскочил, и что-то в стыке мяч поднялся как-то. И я головой раз, он чувствовал, куда открыться, понимаешь? Он раз, открылся, я ему отдал, он только ногу подставил, пустые ворота. Но я, например, яшину не забивал. Интервью Бурчалкина игрока не осталось, увы. А вот интервью тренера сохранились. Это когда он в конце 80-х работал в «Зените». Самоотдача, это вот, может, какое-то самопожертвование. В общем-то, оно действительно и помогает и в игре. В этом отношение Бурчалкина к игре – готовность к борьбе. Он 400-й матч свой сыграл против Днепра в 72-м и забил гол в пенальти. А потом сказали, вы член партии, надо дать дорогу молодым. И он ушел в 33 года, хотя сил было, хоть отбавляй. Его рекорд по забитым мячам стоял 40 лет. На всю жизнь одна команда. В истории «Зенита» один из главных героев – ленинградский лев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова